Субтитры создавал DimaTorzok Через генетику Рональда Хаббарда в концепции общественной безопасности мы вышли на понимание типов психики. Это очень важно. У человека есть инстинкты, условные и безусловные. И они обусловлены генетикой нашей человека. У человека есть привычки автоматизма, выработанные в ходе его жизни, деятельности. У человека есть разум, и у человека есть интуиция. Я понимаю, что сейчас в обводной лекции всего не расскажешь. Интуиция у нас будет предмет отдельного разговора. Но пока, скажем так, интуитивное прозрение или то, что называется совестью, хотя бы для первого раза восприятие такое, я уж не говорю сейчас о Боге и так далее. То есть вот есть эти четыре ступени. Итак, инстинкты, привычки, разум и интуиция. И в зависимости от того, что доминирует в поведении человека, можно говорить о четырех строях психики у людей. То есть, если разум человека, он отрицает интуицию, не руководствуется ей и обслуживает свои привычки, вернее, обслуживает свои инстинкты, условные и безусловные, то это животное. То есть, он вроде бы облик человека, а он животное. То есть, вот хочу есть, хочу женщину, он убьет, изнасилует и так далее. Это животный строй психики. Если разум человека обслуживает привычки автоматизма и отрицает тоже интуицию, то это зомби. То есть, вот он привык так, он встает утром, чистит зубы, идет как по программе, значит, крутит ручку своего станка, там, вечером выпил, значит, кружку пива, там, значит, переспал. Вот этот зомби, он крутится в этой круговерте. Кто-то нацелен на какую-то определенную программу, вот там, вплоть до научной, это не обязательно, что вот, житейская, бытовая. Это люди такие зомби, они, то есть, по рельсам, по программе идут. Если разум человека умело управляет привычками, автоматизмами, инстинктами, но отрицает интуицию, это демон. Он наслаждается своим умом, своей волей, какой он весь из себя. Да, и человек только тогда состоялся в качестве человека, обладает человечным строем психики, когда он умело управляет инстинктами, привычками, но в деятельности своей руководствуется интуитивными прозрениями, то есть, вообще говоря, совестью, что у каждого человека есть. Вот, исходя из этого, можно говорить, четыре строя типа психики, то есть, человечный, демонический, зомби и животный. И еще есть пятый строй, это опущенный ниже животного. То есть, в нашем обществе сейчас есть люди, которых и с животными-то сравнивать плохо, животные гораздо лучше себя ведут. Это те, которые употребляют алкоголь, наркотики, вы видели, то есть, от них уже и от животного ничего не осталось. То есть, это опущенный ниже, значит, даже животного уровня. В основном, это те, кто одурманивают свой разум, исходя из того, что даже угнетают сами себя ниже животного, то есть, опущенные, так их назовем. Вот эти пять типов психики есть. А теперь, исходя из этого, можно сказать вот о чем. Определяющим в поведении человека и в принятии им решений, в том числе и в управленческой деятельности, является не сумма его знаний, что он знает в голове, а тот тип психики, к которому он принадлежит. То есть, тот склад психический, которым обладает человек. Ну, пример такой впечатляющий, на мой взгляд, во всяком случае. Вот Гайдар, он что, не умный? Нет. Он ведь знает много, прочитал, знает интегралы, дифференциалы, там, высшую математику, экономику. Но благодаря тому, что у него не человечный строй психики, а вот зомби-биоробот, значит, благодаря его действиям в отношении нашей страны, а ведь реформа-то его были, да? Миллионы старух и стариков остались нищими, беспризорных сколько в результате вот этих реформ, понимаете? Вот вам подход. То есть, и мы говорим в концепции. Сейчас о чем? Если посмотреть вот после того, что я рассказал, на своих друзей, знакомых, родственников, вы придете к ужасному выводу, какой тип психики преобладает в нашем обществе? Опущенные, животные и биороботы, единицы, немногие демонические строй психики, и уж совсем немного с человечным строем психики. Причем крен идет в какую сторону? Все больше и больше, вот та культура, в которой мы живем, она формирует кого? Как раз вот людей с животным строем психики. Бери от жизни все. Лозунг это, пепси-кол это там, или что вот это, реклама-то. Ты имеешь право там, и все эти слоганы из трех слов дурацкие, иначе их не назовешь. Они формируют из наших детишек, значит, внуков и так далее, вот этих биороботов и так далее. Я почему это говорю, что вот понимая эти типы психики, речь идет, в частности, мы поднимали проблему соотношения иудаизма и саентологической церкви. То есть, эта глобальная мафия, она предусматривает сейчас уничтожение еврейства, в том числе и с глобальным обрезанием, то есть, холокостом, воспитанием людей ненависти и замена их на адептов саентологической церкви. Глобальные технологии на мировом уровне. Причем вот этих центров саентологических по нашей стране полным-полно, то есть, они наползают, идут, готовят этих людей. Вот, значит, эта проблема рассмотрена очень подробно в концепции общественной безопасности, в частности, книга так и называется «Приди на помощь моему неверию». Вот это критика дианетики Рональда Хаббарда и его учения о типах психики. А то, что касается типов психики, эта работа, она называется первоначальное название «От матриархата к человечности», а второе название, более точное, «От человекообразии к человечности». Там в том числе и соотношение полов рассматривается, вот мужчина и женщина, потому что, оказывается, психологически через инстинкты мужчина подчинен женщине. И то, что вот у нас вроде бы патриархат, и вроде бы мы избираем, вот тоже пример просто обыкновенный, без понимания вот этого многие даже не задумываются. Вот мы выбираем президентов, там что-то, голосуем, выбираем, там он что-то говорит, но оказывается, мы выбираем не его, а его жену. Почему? Потому что, в частности, вот Михаил Сергеевич Горбачев, это полностью был подкаблучник у своей Раисы Максимовны. Значит, что левая пятка Раисы Максимовны хотела, то Михаил Сергеевич озвучивал. А Раиса Максимовна была замкнута через определенные структуры на вот этой мировой закулисье. Вот и вся сказка. То же самое, ну, например, вот осуждают Сталина за то, что он посадил жену Молотова, вы знаете, жемчужину. Вот. А ведь там как дело было? Шло заседание Политбюро тогда, и речь шла о государственных вопросах, серьезных. Кроме членов Политбюро, никто вообще, говоря, не знал, о чем идет речь. Только там. И вдруг разведка Сталину докладывает, что вот из-за рубежа, что тема разговора известна, значит, в определенных кругах там, значит, на Западе. Он собрал всех членов Политбюро и говорит, так, кто сказал? Были вот только здесь, все сидели. Кто сказал? Ну, все молчат. Он говорит, расстреляю всех. Всех расстреляю. И Молотов был вынужден признаться, что он в постели, значит, рассказал жене вот эту штуку. Ну, что, она была замкнута, так сказать, вот через еврейскую эту всю систему, значит, туда. Ну, она была посажена, значит, вы знаете куда. А это предоставляет Сталин, демон, там, еще чего-то, то есть, нехороший человек, понимаете. А это же, причем, Молотов он, вы знаете, не тронул. Вот, поэтому знание этого позволяет осознанно относиться к окружающей действительности. А не понимая этого, мы, кажется, вот кто там управляет и так далее. То есть, эти вещи все надо знать. Так, дальше, вот после всего этого возник вопрос, а как, каковы методы, способы управления? Если мы хотим добиться быстрого результата, то его можно решить силой. Быстро добьешься, можно завоевать страну, но тогда народ уйдет в леса, партизанец будет. То есть, это, как бы, очень проблематично. Можно применить другой способ. Можно народ опоить винищем, когда он не будет ничего понимать. Это называется оружие геноцида. Такой способ тоже есть управление. Можно еще более устойчиво применить оружие. Это экономическое оружие. Давать взаймы вождю племени, а расплачиваться уже будут дети и внуки вождя. Есть еще более совершенные средства. Это информационное оружие. Значит, можно людей завоевать с помощью какого-то религиозного культа, с помощью исторического мифа. Но самое главное, если людям дать неправильное мировоззрение, то можно манипулировать их сознанием. Ну и, наконец, самое высшее оружие – это мировоззренческое оружие. Приоритет мировоззренческий. Можно людям дать такое представление о мире и такую систему знаний, которая позволит их разбираться самостоятельно в происходящем. А можно дать такие знания, такое мировоззрение, которые не позволят человеку самостоятельно разбираться в происходящем. Таким человеком проще управлять. То есть, он не понимает, что происходит. Преоритеты-то известные. Самый быстрый – просто убивать. Мировые войны, войны местные. Вот где можно грабить, воровать. Можно грабить без кровопускания. Но уйдет на это больше лет. Алкоголь, табак и наркомания. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЭТОТ ГУМАНОИДНЫЙ СОВЕТ И все это рассмотрено в разделе «Концепция общественной безопасности», который называется «Достаточно общая теория управления». Вообще говоря, это стержень концепции. И вопросом «Достаточно общая теория управления» будет посвящен самый большой объем наших лекций, которые пойдут после вводной лекции. Но я для того, чтобы имелось после вводной общее представление, два момента только скажу, такие завлекательные, чтобы привлечь внимание тех, кто смотрит эту вводную лекцию. Обычно считают так, управление, когда начальник что-то говорит, ну как вот командир полка солдатами командует, там «Направо шагом марш» и солдатики пошли куда надо. Вот это управление понимают все. То есть есть начальник, он приказал, подчиненные делают то, что надо. А как эта мафия вот управляет? Как? Вот она управляет так называемым бесструктурным способом. Когда напрямую людям не говорят «Делай то-то направо шагом марш» или «Копай, закапывай». Но создают такое информационное воздействие на людей, когда они делают то, что мне надо. Я никому не... Ну вот пример такой, самый простейший на бытовом уровне, хотя есть более сложный, и мы их разберем потом. Значит, слухи. Вот мы с вами живем в Тюмени, вот с товарищем вместе живем здесь, торгуем мукой. Мука залежалась, ее не покупают, червяки в ней завелись, гниет. То есть пропадает, деньги наши пропадают. Надо что-то предпринять, чтобы сбыть муку. Что мы делаем? Мы выходим на остановку, где собралось определенное количество людей, там, ну или на автобусной, там, или где здесь много народа собирается, и разыгрываем сценку. Ну, например, такую. «Петя, ты слышал страшную новость?» «Какую, Вася?» «Да ты шо?» «Ты шо?» «Не слышал, что ли?» Значит, говорят, через два дня мука в десять раз подорожает. Все, кто слышал, они ушки на макушке, значит, по домам, по телефону, «Маша, ты слышала?» И так далее. Что будет через завтра, послезавтра? Все раскупят, не только муку, но и макароны, там, крупу и, так сказать, вермишель, вот, с лапшой. Значит, мы кому-нибудь приказывали, «Людей, покупайте нашу муку!» Нет. Но мы добились того, что все сделали то, что нам надо. Другой пример. Телевизор. Вон, в телевизоре глобализатор Глоба. И он глобализирует. Завтра львам и львицам, скорпионом и скорпионшам очень выгодный день для обмена ценных бумаг там. Все. Что это будет? Завтра. Это не значит, что все львицы, там, и скорпионши побегут менять доллары на евро и наоборот. Но 80-90% сделают то, что я сказал. Это мы тоже потом рассмотрим. Закон нормального распределения есть такой в математике прикладной. Значит, они 80-90% сделают. Вот зная это, вы теперь можете четко определить. Например, когда вам по радио говорят, в Юго-Восточной Азии разразился финансовый кризис. Вы уже можете сказать, масло подорожало. Тысячи студентов Европы в едином порыве вышли на площади европейских городов, чтобы сказать, выразить свой протест против. Масло подорожало. То есть, нет неуправляемых процессов. Все, что вот так происходит, это бесструктурные способы управления. В том числе и курс доллара упал там. Все это управление, в том числе и кредитно-финансовая система и так далее. Бесструктурным способом. Бесструктурным способом, еще вот такой пример впечатляющий, это религии. Ведь, вот смотрите, представьте себе, автопилот. Все знаете автопилот, да? Ну, то есть, записывается на магнитофонную ленту, там, или специальный аппарат, как должен лететь самолет. Летчик сидит, спит, а самолет летит по программе. Так и людям, миллионам у людей. Одним на корочку записали Иисус воскрес, и они летят. Другим записали Аллах, Акбар, они летят в другую сторону. Третьим записали Карла Маркса, Роза Люксембург, лучшие люди планеты Земля. И они летят с красными флагами. Вот, тот, кто организовал все эти полеты самолетов в нужный момент, а там заложены ложные идеалы, ну, вот, например, я вам читал в Библии, там, ростовщичество поощряется, а в Коране, там говорится, будь проклят иудей, пожирающие имущество людей попусту. Аллах разрешил торговлю, но запретил рост, ростовщичество. То есть мы мусульманам говорим, а какие вы мусульмане, если вы живете не по Корану? Это их сразу. А как, банки-то как? Чьи? Усама бен Ладен денежки-то где хранят? В швейцарском банке, оказывается. То есть ты какой же ты мусульманин, там, и священную войну ведешь? То есть ты же их инструмент. Вот, они сталкивают, и за счет этого столкновения самолетов делают, решают свои проблемы. То есть денежки наживают, забывают оружие, напряженность. Поэтому революции так создаются и так далее. То есть вот все это инструменты управления. Другой впечатляющий пример из достаточно общей теории управления, еще одно кривое зеркало, это то, что нам говорят три независимых ветви власти. Законодательно, исполнительно и судебно. Ну, чтобы было не скучно, вот я еще первый раз встретился с Григорием Алексеевичем Явлинским в 96-м году в январе месяце, то есть вот только когда их избрали, в 95-м, помните, были выборы, и вот в 96-м году. Ну, я ему говорю, вот, Григорий Алексеевич, вот вы считаете, вы высшая власть в нашей стране. Он, да, мы высшая власть, мы изобретаем законы, исполнительных должна исполнять, а судебная следит за порядком. Я говорю, у меня к вам маленький вопрос. На каком основании вы изобретаете ваши законы? Они говорят, что от химической реакции в вашем мозгу получается, что ли? С ним была эта депутатка, которая его потом предала, Елена Мизулина. Она говорит, как это? Я говорю, вот так, то есть, если депутат утром, идя в Думу, съел бутерброд с колбасой, у него мясная реакция хлынула в мозги, и он изобрел один закон. А если депутат съел бутерброд с сыром, запил кефиром, кисломолочное хлынуло, и он другой закон. Она говорит, интересно. А ведь действительно, вот смотрите, ведь мы с вами живем по законам, которые изобретают вполне конкретные люди, сидя в Государственной Думе. Так ведь? Они там конкретные люди. А на основании чего они изобретают законы? То есть, один говорит, я считаю, налог должен быть такой. А другой его стаканом в морду и говорит, а я считаю, налог должен быть такой. А почему этот считает вот так, а этот считает вот так? А ведь они руководствуются теми идеалами, которые сидят у них в голове, которые им заложили. А идеалы-то какие? Почему у нас разные фракции? У Зюганова какая идеология? Марксистская. Он голосует заодно. А у Жириновского какая? У него либерти, якобы демократическая. У вашего яблока, говорю, кисло-сладко-яблочная. Значит, и так далее. То есть, речь идет о чем? Вот вам принцип, разделяя и властвую, то, что они поделили все, да? И они между собой ругаются. Тот, кто этот собачник организовал, он смотрит, говорит, давайте собачьтесь. Вот в результате этого, значит, склока, они там изобретают эти законы. Но важно-то понять, что? Получается, что над законодательной властью есть более мощная власть идеологий, которые закладывают в головы. И они эти идеологии реализуют. То есть, получается, есть какая-то идеологическая власть, а нам про нее никто ничего не говорил. А идеологии, откуда берутся, они чего, с неба, что ли, падают? Падают, только очень редко. Значит, и вот тут-то мы вышли на понятие концептуальной власти. Концептио в переводе с латыни на русский означает система взглядов на что-либо. Применительно к жизни людей это ответ на простой, обыкновенный вопрос. Люди, как мы будем между собой жить? Вот как мы будем жить в России, в мире, в области, в семье, в городе? Как мы будем между собой жить? И в пределе есть всего две концепции, две системы взглядов. Одна концепция добрая, хорошая, когда, ну вот, чтобы сразу отложилось, у русских всегда власть это кулак, да, да еще кое с чем. Вот я на пяти пальцах руки показываю. Вот это концептуальная власть, значит, вот этот палец. Значит, и две концепции существуют. Одна концепция, это божеская, хорошая, справедливая, где говорится, люди, давайте жить между собой по-доброму, по-хорошему, уважать старших, пестовать подрастающие поколения, заботиться о немощных, трудиться честно от щедрот души, а не делать чуждое дело и страх или заплату. Ну, то есть, то, что по-божески. А другая концепция, прямо противоположная, она говорит, а что это я буду вместе с вами трудиться, зачем мне это надо? Я буду над вами господствовать, рабовладельцем, а вы у меня будете скотами, быдлом, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Концепция. То есть, вот две концепции. Но если этой концепции нечего прятать свои мысли, то что, кто-то нам так и скажет, ну, что вы тут скоты расселись? Ну-ка, арбает? Нет. Нужна красивая упаковка. Вот этот палец, это олицетворение идеологической власти, верной дорогой идет товарищ. Идеологии может быть сколь угодно много, называется плюрализм. Но все это, все эти идеологии, монархия, социализм, демократия, гражданское общество, правовое государство, там, что хотите, капитализм, все это фантики, фантики, внутри которых завернута вот эта трюфелина. Понятно, да? То есть, глобальная невольничество цивилизации, а это только фантики. А дальше идет законодательная, исполнительная и бессильно судебно-следственная власть. То есть, реально в жизни людей присутствует пять видов власти. А нас с вами дурят, говоря о трех независимых, и скрывают самое главное, концептуальную, идеологическую. Чтобы это запомнилось, рассказываю тире сказку «Быль». Дело было в Крыму, 45-й год, февраль, встречали Сталин, Черчилль и Рузвельт, это речь шла о переделе Европы после войны. Ну, Черчилль с Рузвельтом говорят Сталину, «Иосиф Фиссарионович, отдай нам Крым, а мы тебе за это точно такой же кусок в Европе прорежем, там, поодору Несси». Сталин так подумал, подумал и говорит, «Хорошо, я отдам вам Крым, если вы отгадаете, какой из этих трех пальцев на моей руке средний». Ну, Черчилль удивился простоте задачи, он выбрал вот этот палец, вот Сталин покачал голову и говорит, нет, не отгадал. Рузвельт, тот американо, он понял, надо из пяти. И он этот палец выбрал, говорит, вот средний. Сталин покачал голову и говорит, нет, не отгадали, вот вам Крым. Показывал Сталин это левой рукой, а у нашего всенародной избранного, у Ельцина, вы знаете, на левой руке вот этих двух пальцев нет, как символ того, что в нашей стране нет ни концептуальной власти, ни идеологической власти. До Ельцина этот палец был. Помните, нам пели каждое утро по радио ритуальную песню «Партия наша, рулевой». То есть, рулевой, ну, все знают, кто смотрел даже фильмы, это обыкновенный матрос на корабле. Прежде чем рулевой повернет штурвал, ему команду дает капитан, но самое главное, корабль идет по курсу, которую прокладывает человек по фамилии Штурман. Вот наша партия, обладая только лишь идеологической властью и не обладая концептуальной, вела корабль СССР по курсу, проложенному из-за рубежа, мировым закулисьем, то, что мы в начале лекции, и привела глобально-системный кризис к катастрофе. Что делают демократы? Они, вот не понимая ничего этого, они говорят «Партия, дай порулить!» И говорят, никаких идеологий не должно быть, и отрывают и этот палец. И остались мы с тремя независимыми ветвями. А на самом деле вот скрываются две вот этих ветви, самые основные и концептуальные. Здесь вот я промежуточно скажу, что ничего в нашей стране не удастся изменить, забегая вперед, ежели мы не поднимем вот этот палец. Но этому способствует вот, что некоторые скажут, «О, это же вообще такая тут ничего подобного». Дело в том, что, несмотря на весь ужас ситуации, мы с вами перешли, вообще все человечество, перешли в качественно новое информационное состояние, значит, в котором человечество не пребывало никогда еще за всю свою вот знаемую нами историю. Никогда. Это информационное состояние наступило в середине прошлого века, 20-го, ну вот где-то 50-е, 40-е, вот эти годы. Значит, его физический смысл заключается вот в чем. Здесь мы с вами должны вспомнить вот эти две пирамидки, вот эту пирамидку и вот пирамиду знаний. Значит, до середины 20-го века информационное состояние было какое? Значит, на протяжении жизни одного человека и, ну, в целом поколение людей практически ничего не менялось. Ну, чтобы, мы это рассмотрим, опять-таки, я говорю, вот в будущих лекциях очень подробно, но пока, чтобы схватить суть, очень коротко так. Вот родился Ванюшка в Тюмени в 19-м веке. Смотрит он в окно своей избы деревянной, телега скрипит мимо. Прожил жизнь, человек прожил жизнь, умирает седым Иван Ивановичем, смотрит последний раз на свет белый, а та же телега скрипит. То есть, ничего не менялось, вот представьте. А если и менялось, то настолько незначительно, что, ну, можно этим пренебречь. А теперь вот мы живем в какое время, когда на протяжении жизни одного человека происходит неоднократное изменение. Ну вот, если брать транспорт, я на себе покажу, маленьким мальчиком, я помню, гужевой транспорт в подмосковном городе я родился, там, то есть, нормально, телеги ездили, если ехала полуторка, там, или ЗИС, машина едет, мы там за ней бежали, вот, это я молодежи говорю, то есть, действительно было событие. Потом победа появилась, мы там боялись до нее дотронуться на соседней улице. Потом Москвич новый, потом Волга там, а сейчас этих машин я некоторые марки даже и не знаю. Другой пример из своей же, а вы каждый на себе примерьте. Вот, я учился за свою жизнь, первое, что я изучил, ну вот, я математик, прикладник, там, значит, специалист по вычислительной технике, и вообще, если представиться, вот, забыл, кто смотрит, скажет, я вообще служил все время в военно-космических силах, ну вот, последние годы службы я был заместителем начальника космодрома Байконур, потом Центр управления полетами, где вот заместителем, откуда управляются все спутники нашей страны, то есть, не только пилотируемые, но и разведки, навигации, связи, и последние годы был заместителем начальника военно-космической академии имени Можайского, а то вот я не представился. То есть, я это к чему говорю? То есть, космос-то у нас не был отстающей отраслью, да, вот это, кстати, явилось одним из побудительных мотивов разобраться, то есть, а что же такое? То есть, почему мы живем вот так? То есть, если уж брать ту же космическую отрасль, давайте, вот, запускаешь межпланетную станцию на Марс, приходишь домой, а тебе говорят, колбасы по 2,20 не хватило, и ты думаешь, ё-моё, то есть, все же есть, даже если касается питания, у тех же космонавтов эти тюбики, спрашиваются, почему их нельзя вот было реализовывать в торговле, да, то есть, заводики эти делать, или если говорить про ракету, вот сейчас там сантехника иностранная, да, а представляете, трубопроводы на ракете, задвижки, там капелька не упадет, понимаете? То есть, эти технологии внедрять в промышленность, и вот это, кстати, и привело, ты думаешь, при поиске этого, значит, вот вышли, видите, на какие вещи, значит, с точки зрения, вот я изучал, первое, русиш компьютер, то есть, счеты, потом арифмометр, трык-трык-трык, циферки выскочили, потом курсантам меня учили ламповое ЭВМ, это такие, вот этого зала было бы недостаточно, потом меня переучивали на транзисторы, потом на феррит-транзисторы, потом на чипы, потом на микрочипы, я учил языки программирования, программирую сначала в единичках и ноликах, вы, наверное, такого не представляете, то есть, программировали, потом автокод инженера, потом алгол, потом фартран, потом полиш-ленгвич, и я все время переучивался. Итак, запоминаем образ. Тогда, вот, в то время, в то информационное состояние, ничего не менялось, теперь, все время меняются новые и новые знания. Теперь вспоминаем вот эти две пирамидки. Итак, мы рабовладельцы, живем в 18-19 веке. Мы хотим хорошо жить? Хотим. Чтобы хорошо жить, что надо? Надо, чтобы рабы хорошо работали. Поэтому одного раба мы научили пилить, другого раба научили строгать, третьего раба научили гвозди забивать, и рабы делают гробы. Мы их продаем, и живем, разлили малина. То есть, дав в том информационном состоянии один раз за всю жизнь порцию знаний рабу, мы живем хорошо. А теперь мы рабовладельцы. Нам хочется жить хорошо. Чтобы нам жить хорошо, надо, чтобы рабы хорошо работали. Поэтому мы одного раба научили работать на токарном станке, через два года его надо переучивать числовым программным управлением. Потом, через пять лет, надо переучивать на новый язык программирования. Ухватили мысль. То есть, в новом информационном состоянии рабам время от времени надо давать новые знания. Но давая рабам новые знания, они перестают быть рабами. А с точки зрения вот этих пирамид, что происходит? Устойчивость отношений людей в этой пирамиде зиждилась на устойчивости пирамиды знаний. То есть, каждый сверчок знает свой шесток. То есть, знаешь свое, и все, и сиди не чарикой. А теперь получается, что с шестков вот в этой пирамиде знаний рабы, как червячки, стали проникать туда. Все наверх, наверх, наверх. И даже то, что вот сейчас мы с вами обсуждаем, это вообще говоря, знания древнеегипетского жречества. То есть, ну только на современном языке вот эти вещи мы говорим. А так это да, по большому счету. и вообще вот все, что произойдет за время этих лекций. И здесь вот то, что я говорю, касается как глобальной политики, так и каждого из здесь присутствующих, отсутствующих. И я вам проиллюстрирую. То есть, что происходит? Вот эта пирамида знаний, применительно к вот этой пирамиде, пирамида знаний, как стаканчик мороженого, представьте, да, она начинает таять. То есть, знания сверху проникают вниз общества. Понятно, да? То есть, она тает. А раз рушится пирамида знаний, то рушатся и отношения между людьми вот здесь. Ведь Белинский сказал, толпа это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Задаю, в том числе и в телекамеру. Вот у вас авторитеты сейчас сохранились? Раньше были там Карл, Маркс, там, значит, генеральный секретарь. Сейчас, видите, все размыто. Точно ведь? И авторитетов, во всяком случае, во власти никого нет. Не глава государства уже не авторитет, а предание. Это исторические мифы. И даже то, что мы знали, уже сейчас пересматривается и тоже идет крушение исторических мифов и догматов. То есть, толпа перестает быть толпой и становится народом. Вот вам пример этого. А то, что касается наглядно, значит, на глобальном уровне и на уровне судьбы каждого человека, вот это новое информационное название мы назвали законом времени. Смотрите, ведь человечество сейчас в ходе глобализации представляет из себя подводную лодку. Вот если взять образ такой, вот, земля, на ней живут люди. И вот с точки зрения этих пирамидок, то, что я рассказал, да, это подводная лодка. Каждая страна это отсек. Один Индия, там, другой Пакистан, третий Афганистан, четвертая Россия, пятые штаты, Япония и так далее. В ходе глобализации раньше эти отсеки были автономными. При глобализации их свинчивали, да, то есть соединяли, соединяли, соединяли. И сейчас эти отсеки пронизаны трубопроводами газа, нефти, связи, интернета, электричества, торговли, туризма, все, подводная лодка собрана. Но за счет вот этого крушения этих пирамид на подводной лодке возник бунт. Показываю на примере, вы все это знаете. Первый, Индия и Пакистан. Они, как червячки, проникли в высшие туда знания и тоже овладели технологиями создания ядерного оружия. И в Индии и Пакистане, вы знаете, есть ядерное оружие. Но в Индии англичане, а тогда была база глобального предиктора этой глобальной мафии, это вот Англия, владычица морей. Значит, там же заложили мину какую? В Пакистане ислам, а в Индии индуизм, да? то есть, разделяем властвой. И они говорят, война до победного конца. Пакистан, мы за Аллах Акбар, а эти говорят, а мы хари-хари. И все. И говорят, будем воевать. Это мафия, которая руководит подводной лодкой, то есть глобальной вот это, посылает туда Тони Блеера. И Тони Блеер их уговаривает, вы чего, дурачки, вы подводную лодку взорвете? Они говорят, война до победного конца. Кстати, Тони Блеер не справился, кто там порядок навел информацию к размышлению? Путин, помните? Ну, это как бы забывается, а я вам говорю, да. То есть, тогда вот был конфликт буквально в прошлом году, сейчас это записывают в 2004-й. Вот. Вот вам, пожалуйста, другой пример Северной Кореи, Ким Чен Ир, он тоже ядерную бомбу изобрел, проник в знаниях туда, черевичок, да, сделал, жрать нечего в Корее, он говорит, американам, штатам, говорит, так, если вы рис мне привозить не будете, я нанесу по вам ракетный удар. Вот, вообще говоря, я так, чтобы не скучно было, но вообще, это вот это вот. И там с ним начинают считаться, он шантажист и так далее. Это глобальная политика. Теперь, как касается, то есть, на подводной лодке бардак, кризис. То есть, эта концепция, разделяя власть, у себя и сжила. Как это касается каждого из нас, а на примере наших детей, смотрите, речь идет о 12-летнем образовании. Почему? Потому что учителя говорят, значит, мы учили вот до этого момента древние века, средние века, учили там СССР, а теперь нам надо учить период ельцинизма. Ель цинизма. Значит, нам времени не хватает. Надо удлинять часы истории. То же самое остальные учителя говорят, а нам по физике надо новые. И они говорят, надо удлинять процесс обучения. И речь идет о 12-летнем образовании. Хорошо это или плохо? Ну, хорошо и плохо это факт. То есть, от него никуда не денешься. Вопрос, как к нему относиться. А мы говорим, что через 2-3 года надо будет изучать период другой, третий, тогда что, всю жизнь, получается, надо учиться? То есть, речь идет о чем? Да, еще что важно понять. А за счет вот обновления знаний сейчас что происходит? Во многих колледжах, в институтах. Вот вас, такой пример, научили работать на компьютере, там, в ВУЗе, да? Вы научились, там, на языке определенном все. Учили, учили, вышли, а компьютеры эти отменили, электронные, стали плазменные, да? Или сейчас на биотехнологиях. И получается, человек говорит, а что вы меня учили этому? Это ничего не надо. Забыть и выкинуть. Мне надо новое, но этого я не знаю. То есть, речь идет о чем? Вот это новое информационное состояние привело к тому, что надо переходить от педагогики фактологической, то есть, когда тебе дают факты, 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 к педагогике методологической. То есть, надо ребенку сейчас в школе дать метод освоения новых знаний, с которыми он соприкоснется по жизни, чтобы он самостоятельно мог ими овладеть. Принципиально иной подход. Более того, вот то, что в концепции рассмотрено, сейчас надо не удлинять образование. А вот если перейти от педагогики, в каком родился там один царь, другой, когда война была, к другому подходу, тогда оказывается, среднее образование можно получить за 8-9 лет, а выше за 3-4 года. Вот вам, уважаемые, те, кто смотрят эти лекции, подход принципиальный, и он, от него никуда не денешься, иначе беда будет, потому что сейчас очень много всего нового, и человек не успевает все это переваривать. Оно же все есть, и если давать ему все эти факты, просто жизни не хватит. Значит, надо дать метод, когда он с чем-то соприкоснется, чтобы он мог разобраться и оценить, надо ему это, не надо, и так далее. Вот. Но самое-то главное, я что хотел этим завершить, вот несмотря на всю мерзость этой ситуации, их концепции, основанные на толпо-элитарной системе, и на дозированной подаче знаний, она терпит крах. То есть, мы рабовладельцы, чтобы нам теперь в новом информационном состоянии хорошо жить, мы должны рабам давать новые знания. Давая рабам новые знания, они выходят из-под нашего повиновения. Значит, рабам не надо давать новые знания. Но если мы не будем давать им новые знания, мы не будем лучше жить. Значит, чтобы нам лучше жить, ну, имеется в виду рабовладельцам, нам надо давать новые знания. Но давай и так. Значит, у попа была собака, понимаете? Все, это библейский змей-символ, сам себя поймал за хвост. То есть неизбежен переход от этой концепции к этой концепции, и он обусловлен объективными причинами. Не удастся, иначе подводная лодка вся грохнется. Вот что я хотел сказать этим тезисом. Это мы тоже потом рассмотрим. Ну и наконец, следующее, это все, что связано с экономикой.